Глава 4. Пять этапов до дна. Итак, мы обсудили стратегию. К сожалению, как правило, разговор начинается с конца, с тактики. В самом начале беседы с врачом больные окружающие буквально набрасываются с вопросами. Что вы можете предложить? Как это называется? Сколько стоит? Важные, очень важные вопросы. Но задаваться они должны позже. Вначале надо понять, а что больной хочет получить. Невозможно обсуждать, на чем ехать, если еще не решил куда. В то же время, если есть точка на карте, доберешься. Как? Неважно. Как угодно, хоть пешком. Главное, знаешь куда. Если человек действительно принял решение, дальше уже все становится проще и понятней. К таким решениям нас приводит пять этапов. Это отрицание, гнев, торг, уныние и примирение. Пять этапов – это некий универсальный алгоритм решения тех проблем, которые не могут быть решены силой воли. Например, мы идем по дороге и видим незнакомого зверя. Первое, что мы испытываем – это отрицание. Проблемы нет, зверь мирный, нам не угрожает. Достаточно просто не обращать внимания. Большинство задач мы решаем именно таким способом – не обращаем внимания. Но если мы видим, что зверь начинает нам угрожать, рычит, ведет себя агрессивно, мы тоже начинаем вести себя агрессивно, гневаемся, топаем ногами, кто как. Очень часто, подойдя к двери и пытаясь повернуть ручку, мы за нее дергаем, если она сразу не открылась. Этот способ также довольно эффективен в большинстве случаев. Но если и это не помогло, тогда включается интеллект, и мы начинаем торговаться. В случае со зверем мы будем предлагать ему дружбу – колбасу, попытаемся его отвлечь. Нам нужен компромисс – выгода. Испробовав все способы и ничего не добившись, мы начинаем показывать зверю, что мы сами его боимся. Иногда и это срабатывает. И только если и это не помогло, мы поймем, что нам нужно делать выбор – либо идти, и пусть кусает, либо сменить дорогу. Важно, что примирение – это еще не решение, это выбор. Но выбор только между двух путей, третьего там не будет. Мы пытались найти третий, пока торговались, но не нашли. Эти же этапы можно проследить и в принятии решения «Я алкоголик». Начинается все, как правило, с отрицания. Человеку, да и окружающим, кажется, что ничего страшного не происходит. События воспринимаются как странные, но забавные. Часто родственники даже оскорблены предположением об алкоголизме члена семьи. Сами больные, как правило, начиная объяснять свое поведение, строят фразы, начиная со слова «просто». «Просто слегка перебрал», «Просто так развивались события». На этом этапе люди обращаются к многочисленным психологам, психотерапевтам, астрологам и другим специалистам и неспециалистам. Только с одной целью – найти простое объяснение происходящему. Объяснения находятся – это стрессы, политика, звезды и так далее. В отрицании человек может находиться довольно долго. Вообще нужно понимать, что в алкоголизме сроки большие, этот зверь не хочет сразу убивать жертву. Сроки исчисляются не месяцами и даже не годами, это десятилетия жизни и поколения. Чаще всего отрицание длится лет 10-15. Затем человек попадает в гнев. В этом состоянии проблема становится очевидной. Имеется в виду не пьяный гнев, а то, что происходит с больным в трезвом состоянии. Выйдя из очередного запоя, такие люди начинают всех обвинять в том, что происходит. Они полны решимости изменить ситуацию раз и навсегда, но результатом они видят нормальное употребление алкоголя. Под нормальным понимается употребление без последствий. О контроле над дозой речь не идет. Буду пить сколько хочу, главное, чтобы без последствий. Понять, что так не будет никогда, этот человек не может и потому начинает искать виновных. Гневается человек на себя, но гнев на себя принять невозможно. И потому он распространяется на окружающих. Обидно, что во время этого взрыва злость выливается на близких. Закономерность тоже очевидна. Кто был ближе, тот больше и получил. Как правило, в гневе человек находится недолго. Гнев быстро утомляет, хотя некоторым он даже нравится. Такие люди могут пребывать в нем несколько десятилетий, ведя борьбу со своей тенью. Нанося вред себе и окружающим, они выискивают во всем плохое в каждом, видя врага. Рано или поздно, но человек начинает понимать, что какая-то проблема есть, но принять решение он все еще не готов. В таком случае начинается третья и самая страшная фаза – торг. Эта стадия действительно самая страшная, хотя бы потому, что самая длительная. Большинство алкоголиков умирают, продолжая торговаться, так и не сумев пойти дальше. Торг – это то, что чаще всего приходится видеть врачам. На этом этапе больные определяют свое состояние, используя лексические увертки «я, наверное, алкоголик, но еще не хронический» или «я бытовой пьяница». Торг идет во всем, не только в определении. Строятся постоянно меняющиеся схемы употребления, только три рюмки, только вечером, только по праздникам. Схемы рушатся, как замки из песка, но, вернувшись в гнев, больной начинает опять торговаться за следующую схему. Интеллект при этом работает с бешеной скоростью, принося только новые потери. О потерях хотелось бы рассказать подробнее. Дело в том, что во время торга человек должен потерять все, абсолютно все. Деньги, здоровье, любовь, веру, уважение. Этот торг бессмысленен, поскольку бесполезно торговаться с существом, лишенным морали. Алкоголизм – существо из другого мира. Там, в преисподней, нет понятий добра и зла. Торговаться с зависимостью так же бесполезно, как читать проповеди комарам о том, что нехорошо кусаться. Болезнь точно решила высосать тебя до последней капли, никакие аргументы ее не убедят. Алкоголик играет в адскую рулетку, проигрывает, но продолжает делать ставки. Потерять все ему помогает услужливая логика. Если я проиграл десять раз, значит в одиннадцатый выиграют точно. На этом пути у человека появляется опасное ощущение, что он все-таки что-то делает. На вопрос «Как дела?» он отвечает «Пока плохо. Недавно опять был запой, но я работаю над проблемой». Он уверен в том, что проиграл битву, но не войну. Знания, которые его интересуют, касаются либо технологии употребления, так называемая культура питья, в чем ему помогает реклама и опыт друзей, либо поисков оправданий «Почему я пью неправильно?». Здесь, к сожалению, огромную медвежью услугу оказывают психологи, астрологи и прочие консультанты, начинающие разговоры с фразы «Никакой вы не алкоголик». Как часто приходится видеть людей, использующих интеллект для построения алкогольного алиби. У меня стрессы. Кризис Мартина Идена. Тяжелая работа, на которой все пьют. Всех не перечислить. Поражает наукоподобие этих объяснений. Но, тем не менее, алкоголизм продолжает собирать свою страшную жатву. Больной отдаст все, даже то, что спрятал на черный день. Отдаст все.